Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация доведенных до отчаяния фельдшеров скорой Рубцовска озадачилась в Министерство здравоохранения края и главный врач станции города Владимир Ремель. Последний после выхода нашего сюжета о медиках дал комментарий по поводу низких зарплат. Он подчеркнул, что фельдшеры перед Новым годом получат премии. На это заложено порядка 6 миллионов рублей. И подтвердил информацию с увольнениями сотрудников. По его словам, почти за три последних месяца трудовой договор расторгли 26 фельдшеров и водителей скорой помощи. Тему продолжит Валентина Аскерова. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. О таких низких заработках поведали нашему телеканалу десятки медиков скорой помощи Рубцовска. По их словам, после отмены ковидных и стимулирующих выплат, их доход упал до катастрофических размеров. Как они утверждают, такого не было даже в сложные 90-е годы. После выхода репортажа о медиках с нами связалась Министерство здравоохранения края и прояснила ситуацию с массовыми увольнениями, передав ответное слово главврачу Рубцовской станции скорой помощи. Он рассказал о средней зарплате работников скорой и о том, как ее рассчитывают. В октябре у нас вложили зарплату 29 тысячи 74 рубля на ставку. Средняя зарплата идет в среднем по станции скорой помощи за количество отработанных часов всеми сотрудниками. Одни работают на ставку, другие работают на 2 ставки. Но в среднем получается 29 тысячи 74. Получается, фельдшеры делают сами свою зарплату своим жестким графиком. Что касается оклада, то он не индексировался с 2019 года, пояснил главный врач. Людей, которые работают. С инициативой поднять подушевой тариф руководство станции будет выходить и в следующем году. Ну а пока, чтобы поднять зарплату, медикам предлагают еще более сложную схему работы. Трудиться в бригаде не двоим одновременно, фельдшерам, а одному. Тогда зарплата будет выше. Но если говорить о более приятном, то медикам Рубцовской скорой к новому году обещают бонус-премию. На эти цели выделено порядка 6 миллионов рублей. Валентина Аскерова, день с толком. Девушки, которая насмерть сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск, сегодня вынесли приговор. Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. Что ждет виновницу аварии? Реальное решение свободы или условный срок? Наша съемочная группа присутствовала на заседании. Передаю слово Ирине Корчагиной. Новоалтайский городской суд. Сегодня здесь решается судьба Дарьи Волокитиной. Девушка против, чтобы ее лицо снимала камера. Сначала подсудимая вообще отказывалась являться на приговор, узнав, что на заседании будут журналисты. Ёшкин, матрешкин. Офигеть. Так это вот только. Резонансная авария, из-за которой Волокитина оказалась на скамье подсудимых, произошла в октябре прошлого года. Тогда девушка сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск. В тот день на трассе уже произошла одна авария, на которую и приехала погибшая Валентина Катенева, сотрудница Тальменской ЦРБ. Женщина стояла на обочине возле машины скорой помощи. В этот момент ее сбил вылетевший автомобиль, за рулем которого была Волокитина. Девушка даже не снизила скорость, хотя видела, что на трассе работают спецслужбы. Сказать за свои детей я могу только одно, что мои дети потеряли. Прости самого родного, близкого. Юля, дочь, она вообще говорить не может. Сейчас она готовится к экзаменам по ЕГЭ, 11 класс, и выбрала путь поступать в медицинский. Сомневалась до тех пор, пока не произошла эта трагедия. И когда произошла трагедия, она сказала, все, я осознанно буду поступать в медицинский. Я хочу, чтобы бабушка мной гордилась. Потерпевшие говорят, что на последнем слове Волокитина произнесла очередное скупое «извините». По словам девушки, она не помнит обстоятельства трагедии. Защита просила условный срок, но суд назначил Дарье Волокитиной 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Это Татьяна Литер, она сестра-близнец погибшей. Обе 45 лет в медицине. Обе работали на станции скорой помощи. Облегчения, знаете, никакого нет. Потому что мы хотели хотя бы услышать последний ее момент, действительно ее раскаяние. Раскаяние не прозвучало. Она на последнем слове сказала, извините, я не хотела этого. Но так получилось. Спустя год они не могут прийти в себя. Сыновья, внучки, сестра и муж, который прожил с Валентиной в счастливом браке 45 лет. Никогда у нас не было большого богатства. А счастье было большое. Я всегда берег ее от тяжести. Чтобы она никогда не совершала этих подъемов каких-то тяжелых. Там лишнее хозяйство. Вплоть до того, что и скотину сам, и все, и огород. Лишь бы она помогала людям, у нас была одна цель. Чтобы мы были значимы. Я был агрономом. Хлеб растил. Она лечила людей. Лечила людей Валентина Катенева до последних минут своей жизни. До пенсии ей оставалось всего два месяца. Придется учиться. Уж сколько Бог там отпустил жить. Наверное, так всех смогу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Алтайского края просят не воспламеняться на новогодних праздниках. Спасатели рекомендуют принять дополнительные меры для защиты домов от пожаров. Ведь зимой печное отопление, обогреватели, а также гирлянды и фейерверки зачастую становятся причиной страшных пожаров. Одна из мер защиты – автономные дымовые пожарные извещатели. Такие устройства можно приобрести и в строительных магазинах. Ориентировочная цена – порядка 400 рублей. Отметим, что многодетные семьи, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут приобрести пожарные извещатели за счет средств краевого бюджета. У нас за счет средств краевого бюджета уже было установлено 4000 автономных пожарных извещателей. Их устанавливали в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в семьи многодетные. И уже за последние несколько лет они дали свой результат. Спасено 35 жизней, из них 24 ребенка сохранили свою жизнь. Власти, чиновники и госслужащие по-прежнему остаются закрытыми. По крайней мере, так можно судить, исходя из народного голосования. Недавний опрос среди жителей нашего края показал, чтобы получить услуги отдельных структур и ведомств, нужно потратить немало времени и нервов. Тему продолжит Мария Мацаева. Уходящий 2022-й был объявлен годом повышения доступности муниципальных и государственных услуг. Сейчас многие из них можно получить удаленно. Но возникает ситуация, когда обратиться в то или иное ведомство нужно лично. Дозвониться до сотрудника, чтобы получить разъяснение или записаться на прием. И вот тут начинается квест. Невозможно найти нужный номер телефона, долго ждешь ответа горячей линии. Мы решили составить народный антирейтинг самых доступных и не очень ведомств и министерств нашего края. Нам, как журналистам, часто приходится обращаться в те или иные ведомства. Где-то с нами сотрудничают дружелюбно, а где-то профессионально игнорят. Обсудив с коллегами эту тему, пришли к выводу, что легче всего нам общаться с министерствами культуры, транспорта, промышленности и вузами. Но много банов получаем от пенсионного фонда, соцзащиты и МВД. Если так тяжело выйти на связь с журналистом, то что говорить об остальных людях? Росздравнадзор тяжело пробиться. Тяжело и связаться, и дозвониться, и по вопросам, касающимся здравоохранения. Здравоохранение я пыталась дозвониться, тут краевое, и не могла. В налоговую звонила, не могла дозвониться. Телефоны должны брать все сотрудники, находящиеся на рабочих местах, а не так, чтобы звонить пять номеров, и на шестой номер только кто-то возьмет трубку и тебе объяснит. В Казахстане нет таких проблем. То есть легко можно позвонить, сразу сотрудники обслуживать? Да. У нас служба судебных приставов, да? Ну вот это, наверное, основная сложность. А в чем именно была? Ну и дозвониться. Нас записали только на 27-е, мы, получается, зря сюда приехали, и сейчас уходим ни с чем. И вообще бардак. Давайте попробуем связаться с местным отделением МФЦ. К примеру, я бы хотела оформить загранпаспорт, посмотрим, проконсультируют ли меня по этому вопросу. Итак, заходим на сайт, ищем номер. Давайте позвоним по самому первому. Это бесплатный федеральный номер, посмотрим, будет ли он доступен. Итак, я ставлю на громкую связь. Абонент временный. Абонент, не абонент. Хорошо. Не оставляем попыток и набираем второй номер, он, по всей видимости, региональный. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария. Голосовой помощник МФЦ Алтайского края. Задайте ваш вопрос. Я бы хотела получить загранпаспорт. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы записаться на прием для получения услуги? Ну да. Или узнать перечень необходимых документов... И это тоже, да, да, да. Ну что ж, как мы видим, бездушные машины в таком случае никогда не смогут заменить работу обычного живого человека. Спасибо за консультацию. У клиентов в ведомств нередко сдают нервы. Нам часто в редакцию звонят с жалобами на невозможность достучаться до нужных специалистов. Как показал опрос, который мы одновременно запустили в нескольких соцсетях, эта проблема весьма злободневна. Люди охотно голосовали за самые закрытые структуры. И, по их мнению, в топ самых недоступных в крае вошли пенсионный фонд, соцзащита, Роспотребнадзор и налоговая. А лидером антирейтинга стало Министерство здравоохранения. Голосующие также активно предлагали и свои варианты самых непрозрачных структур. К примеру, многие писали в комментариях, что недоброжелательно к людям служба судебных приставов. Мы же своим материалом хотим не столько раскритиковать уважаемые ведомства, сколько обратить их внимание на проблему открытости. Тогда и услуги людям можно будет получать быстрее, а самим министерством повышать народную репутацию. Мария Мацав, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Проекты в сфере биотехнологии, машиностроения и материаловедения алтайские студенты будут реализовывать совместно с техническими специалистами-экспертами из Томска, Нижнего Новгорода и Москвы. На сессии инжинирингового центра, который действует при политехе Края, ученые обсудили, какие проекты будут востребованы в ближайшем будущем и как их внедрять в производство. Сегодня отечественные предприятия остро нуждаются в новых разработках. Особую потребность испытывают сферы биотехнологии, машиностроения и материаловедения. Им нужны такие идеи и проекты, которые бы смогли быстро заменить недостающую на рынке импортную продукцию. Бизнес на научных открытиях возможен только при объединении лучших умов со всей страны. И в этом смысле наши молодые ученые весьма перспективны, говорят коллеги из других регионов. Они приехали на двухдневную сессию, чтобы наметить основные направления для совместной работы. У нас много задач по химии в области пищевой химии и в области хранения зерна. Я здесь увидел, все записал. Биоразлагаемые полимеры коллеги докладывают. У вас, по-моему, есть все, что касается переработки полимеров. Тоже увидел компетенции. В общем, хватает этих задач, которые можно пообщаться. После ухода импортного инжиниринга в химической области объем запросов по данному направлению от бизнеса науки увеличился в десятки раз. Научное сообщество учится плотно взаимодействовать с бизнесом. Что самое главное, что университет может взять у бизнеса, это задачи. Технические, технологические задачи. Вот это самое главное. Надо эти задачи вынимать из бизнеса. И одна из таких научно-практических задач – повышение квалификации сотрудников разных сфер, исходя прежде всего из практического опыта экспертов. Другое поле совместной деятельности – межотраслевые проекты. Так вскоре наши ученые вместе с производственниками из ряда других регионов будут разрабатывать рецептуру продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения, новые способы очистки химпродуктов и также создавать новые приборы для контроля качества продукции. Все эти ноу-хау, уверены разработчики, найдут широкое применение на практике. Бизнес их очень ждет. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. К новостям культуры. Народный ансамбль танца «Калинка» представит наш край в Москве на престижной национальной премии «Щелкунчик». На сцене Государственного Кремлевского дворца хореографический коллектив покажет свои лучшие номера. В их основе – особенностью культуры народов нашего региона. Программа выступления уже получила самые громкие овации на спектакле-концерте «Тихая моя Родина», который прошел на днях в Барнауле. Многообразие культур, яркие народные костюмы и разные по темпераменту танцевальные движения – это и есть особенности многонационального алтайского края, о которых накануне барнаульскому зрителю в танце рассказывал народный ансамбль «Калинка». Вместе с тем, это своего рода генеральная репетиция перед поездкой в Москву. Там коллектив выступит на национальной телевизионной премии «Щелкунчик». «Конечно же, это большая гордость – представлять Алтайский край на таком мероприятии. Это борьба своего рода, это конкуренция между коллективами. Ну и, конечно, хочется поделиться своим творчеством и представить наш Алтайский край во всей красе своим богатым репертуаром». «Калинка» не раз становилась обладателем гран-при и лауреатом всероссийских и даже международных конкурсов в Испании, Франции и Китае. Коллектив дважды был серебряным призером дельфийских игр и победителем национального проекта «Культура – это мы». Сегодня в ансамбле больше 80 юных артистов. «Это культура нашей России, которую мы передаем, и, возможно, те эмоции, которые мы испытываем на сцене, зрители видят их и вдохновляются на что-то. Наши костюмы очень красивые и могут передать даже эмоции сами костюмы». Несмотря на богатый опыт выступлений, представлять регион в Кремлевском дворце волнительно, говорят артисты. Ведь это одна из главных государственных сцен страны, где они впервые перед столичной публикой. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. А теперь к довольно удивительной истории покорению белухи с собакой. Восхождение на гору вместе с туристами совершила хаски. Она прибилась к небольшой группе любителей альпинистов. И, как они ее не прогоняли, прошла с ними практически весь маршрут, включая непростой подъем. Подробнее далее. Туристы из России, ДНР, Белоруссии и собака отправились на белуху. Звучит как начало забавной истории. В этом декабре клуб «Горный портал» поднял на пик томских студентов не только людей, но и пса, который прибился к группе во второй день их восхождения. По словам гидов, собаки приходят к тем, кому нужна помощь. Вот и хаски поддерживала уставших туристов. Несколько секунд собака постояла и пошла, медленно пошла вперед Света. И Света обратила на это внимание и пошла на собаку просто. У нее, она сказала, что у меня ушла слабость. Гид с 10-летним стажем признается, что даже ему хаски придавала сил. Перед восхождением на пик Александр пытался отпугнуть пса. Как он поднимется, ведь у него лапки. Даже двое туристов не рискнули. Я честно не верил, что она залезет сама. Потому что она на полпути уже сваливается, а там полпути еще круче склон. Я ее пытался запихнуть в рюкзак. Ругал, кричал мне. Ей пофиг. Она своими милейшими глазами смотрит как бы и чуть ли не улыбается. Каким-то макаром она залезла. Остались здесь я, соответственно, Рома, красавчик, и собака. Залезть одно, другое дело слезть. И вот тут хаски испугалась, говорит Александр. Тогда гид придумал прицепить ошейник собаки к веревке. Первые пять минут она сопротивлялась, потом поняла, что обратного пути нет. Реально начала ходить шаг в шаг со мной. Это было очень удивительно. Ладно, между людьми мы понимаем, что как. А тут собака-человек. А у нас вот такой спуск. Да, родной, давай, давай, давай. Спускались долго, зато надежно. Когда путь стал безопасным, собаку отпустили, и ее лапы сверкали у подножия. А потом собака довела группу до лагеря. По словам Александра, они успели дать псу кличку по названию реки Акем, что в переводе «мой брат». Интересно, начнет ли Хаски, младший брат, покорясь людьми и другие вершины. Анастасия Драган. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит в социальных сетях, на YouTube и YouTube-канале. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok